Всем добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Маргарита и в сегодняшнем видео поговорим о минусах работы в аптеке. Я решила сделать отдельное видео о минусах данной профессии, потому что если вы смотрите сейчас данное видео, то скорее всего с плюсами профессии вы уже знакомы, вы уже хотите поступить, выбираете вуз, выбираете, хотите вы получить высшее образование, либо среднеспециальное. В общем это все вы уже изучили и хотите узнать о каких-то подводных камнях и правильно, потому что они есть. Я выделила 5 минусов и после того как я их озвучу, я попрошу поделиться вас своим мнением на этот счет в комментариях. Итак, первый минус, он же самый очевидный, это работа на ногах. Да, действительно провизору-фармацевту приходится проводить очень много времени на ногах, особенно если вы работаете в стандартном режиме, в стандартном графике, 12 часов, либо 13, например с 8 до 9, как я работала в Воронеже здесь. И конечно к концу дня ноги гудят, горят, они тяжелые, может появиться даже отечность какая-то, тяжесть в ногах, боли в ногах, особенно если у вас есть какие-то предрасположенности к варикозному расширению вен. Это серьезный повод задуматься о данной проблеме и проводить профилактику. Это могут быть чулки, специальные колготы и конечно же специализированная обувь. Вот на обуви я хочу больше заострить внимание, потому что даже если вы не применяете чулки, либо колготы, у вас нет проявления варикозного расширения вен, в любом случае, даже самому здоровому человеку, самыми здоровыми ногами, венами и прочим, будет неудобно, находиться некомфортно, в какой-то неудобной обуви столько часов к ряду. Также один очень хороший совет, но не всегда выполнимый, но нужно стараться его выполнять, это отдых между посетителями в аптеке. То есть когда вы садитесь, а лучше всего прилечь, если есть такая возможность, и поднять ноги выше уровня головы, так чтобы кровь отхлынула от нижней конечности. Второй минус это, конечно же, стресс. Если вы не стрессоустойчивы, то большие сомнения у меня, стоит ли вам идти в эту профессию. Будет очень много конфликтных клиентов, и это не зависит совершенно от вас, от вашей кармы, потому что многие думают, что что мы излучаем, то и получаем. Очень много бывают таких ситуаций, поэтому нужно учиться стрессоустойчивости, нужно учиться не пропускать через себя все это. Много очень людей бывает не терпит очереди, если вы один в торговом зале, если у вас одна касса и выстроилась в полдень, это самый пиковый такой момент, очередь большая, то люди, которые очень торопятся, которые находятся, скажем так, в конце очереди, могут очень громко вам давать понять, что вы медлительны, что вы вообще тут задерживаете всю очередь, хотя вы в этот момент можете обслуживать какую-нибудь бабушку с трясущимися руками, вот, и от вас мало что зависит. Также вы вводите из равновесия ситуации, когда вам пытаются объяснить, типа, дайте мне какие-нибудь там желтенькие таблеточки с синенькой полосочкой, или там белую крапинку, вот такого-то цвета на букву П, и ты реально пытаешься помочь человеку и вспомнить за него, да, что ему нужно примерно понять, вот, и на вас реально могут злиться, что вы не можете понять, типа, ну ты же фармацевт, ты же провизор, ты же должен это понимать, ты должен сходу сказать, какой препарат я от тебя хочу. В итоге выясняется, что таблеточки были оранжевые и не на букву П далеко. Таких ситуаций на самом деле огромное множество, какие-то из них смешные, какие-то не очень, и на самом деле можно вести отдельный канал будней работы в аптеке. И, конечно же, не принимайте близко к сердцу. Как говорила моя первая учитель-работодатель Лидия Ивановна, она говорила, вот перед тобой вот этот стеклянный щит, да, вот это вот защитное стекло между посетителями и тобой. И вот, представляй, если есть какой-то стресс, представляй, что все слова, все вот эти действия, вся вот эта энергетика, ну, как бы об этот щит отталкивается, да, обратно. Вот, то есть до тебя не доходит, то есть щит как защита такая. Итак, третий минус – это отсутствие некого уважения к фармацевту, к провизору, в целом работнику аптеки. И я вообще на самом деле об этом не задумывалась, насколько это престижно или не престижно, пока не столкнулась с этим на практике. То есть когда я пришла работать в аптеку, я столкнулась с таким невысказанным мнением, а-ля фармацевт-недоврач. То есть вроде как бы понимает как врач, но не совсем. Что-то между врачом и медсестрой, видимо. Так вот, на чем это мнение основывается? Ну, во-первых, люди не отдают себе отчет в том, что это совершенно два разных профильных направления, да, то есть лечебное дело и фармацевтика. Это совершенно два разных факультета. Если какие-то предметы даже пересекаются, потому что, например, врачам преподают фармакологию, ну, опять же, преподают ее как? Одним курсом и с их стороны, что им нужно сдать в фармакологии. Я в своем ВУЗе сдавала на ГОСах фармакологию. То есть, понимаете, важность предметов, она, скажем так, разница, мягко говоря. Я снимала видео о том, что фармацевт не врач. Если вам интересно, посмотрите для полноты картины. Но все равно немножечко обидно за профессию, потому что врач как звучит, да, вроде как гордо звучит. Врач, да, так престижно. Звучнее имя и отчество, чем больше стажа у врача, тем, конечно же, все это все более и более престижно. Фармацевт звучит уже не так престижно и неприятно больше от того, что фармацевты часто сравнивают с продавцами. То есть, говорят, эй, ты продавец. И мне такое говорили, ты продавщица, тут, значит, стоишь, ты что вообще училась, что вообще надо учиться, чтобы быть провизором-фармацевтом в аптеке. То есть, люди забывают, да, говорят, что ты торгуешь препаратами, забывают вообще истинное значение слова торг, и что в аптеке оно никак не применимо, потому что мы не торгуем препаратами, а отпускаем лекарственные препараты посетителям аптеки. Такие вот интересные замечания, поэтому если для вас это важно, да, какая-то престижность вашей профессии, то имейте в виду, что может быть такое мнение, и до сих пор фармацевтов тоже вот и называют продавцами, и аптеки не воспринимают всерьез, и если что-то вообще говорит фармацевт, то это не воспринимается всерьез, ну, потому что это недоврач. Хотя фармацевт и врач – это, знаете, как земля и небо. Четвертый минус и очень серьезный – это, конечно же, безопасность. Я не говорю, что в аптеке вы будете в опасности, но, тем не менее, определенные и довольно большие доли риска есть. Это, конечно же, относится к неадекватным клиентам, которые могут, да, как-то у вас просить какие-то препараты, которые продаются только по рецептам. Особенно, если вы знаете, что у вас просят эти препараты, кто наркоман. То есть очень много каких-то людей, да, с наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью, приходят в аптеку, скупают бутылочки, там, не знаю, спиртосодержащих растворов каких-то, и других разных препаратов очень серьезных. Просят продать их без рецепта, могут угрожать, могут поджидать, если вы отказали. Отказывать тоже нужно грамотно, так, чтобы вас не заподозрили в том, что вы там из вредности не продаете. Непонятно, что у людей может быть в голове, поэтому вы реально можете подвергаться какому-то риску. Хорошо, если ваша аптека оснащена камерами, охранником и тревожной кнопкой вызова экстренной помощи. Обращайте на это внимание. И пятый, последний по списку, но не по значению минус, это ваше здоровье. Я в первом пункте уже упоминала, конечно же, о ногах, но не у всех эти проблемы есть, и при хорошей профилактике, при грамотном подходе к своему здоровью, в принципе, проблем с ногами может не возникнуть, с венами конкретно. Но я говорю сейчас немножко о другом моменте, это здоровье, когда вы контактируете постоянно с больными людьми. То есть, особенно в сезоны простуд, особенно тогда, когда массовые какие-то эпидемии, когда все чихающие и кашляющие идут за препаратами для облегчения своих симптомов. То есть, те болезни, которые приведутся воздушно-капельным путем. И вы в данный момент стоите вот в полной небезопасности, даже несмотря на то, что есть защитное стекло, которое тоже неспроста придумано. Тем не менее, вы рискуете заразиться. Есть такое понятие, как летучесть вируса. То есть, когда человек как-то выделил вирус посредством того, что он чихнул, кашлянул чуть-чуть даже, и клетки вируса очень быстро и легко распространяются в пространстве. То есть, они с легкостью на метры или даже километры могут распространяться. Поэтому, конечно же, эта работа связана с определенным риском. Хорошая новость заключается в том, что, я не знаю, как это объяснить, но люди, которые работают в аптеке, как правило, болеют не чаще других, хотя реально есть определенный риск. Могу сказать на своем примере и своих коллег из ближайшего окружения. Я не знаю, как в остальных случаях, но я не заметила, что я стала чаще болеть, когда стала работать в аптеке. Наоборот, мне кажется, я перестала так часто болеть. И даже сейчас, сидя в декрете с ребенком, я болею чаще, чем когда я работала в аптеке, даже будучи беременной. Хотя я могу дать этому одно логическое объяснение. То есть, когда человек работает, находится в процессе активной работы, ему особо некогда лезть пальцем в глаз, чесать себе нос, что-то еще. То есть, заносить через слизистую себе инфекцию. И к тому же, всегда в голове есть мысль, что нужно постоянно проводить какую-то гигиеническую профилактику. То есть, мы чаще моем руки, мы чаще руки обрабатываем какими-то антисептиками, зная о том, что мы рискуем. А первое правило профилактики при массовых вирусных заболеваниях, какое-то, конечно, гигиена рук в первую очередь, почаще мыть руки, промывать все слизистые глаза, нос, горло, и хотя бы вот это все делать, и уже вы, скажем так, защищаете себя от заболеваний. Ну вот и все, все минусы вам обозначила. Пишите, делитесь своим мнением в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока!